Стоишь такой, стоишь, никого не трогаешь. Сколько там время? 2.25? Ой-ёй-ёй, пора бежать. White Light, не понял. Вот это я называю порядочно. Даже весьма-весьма порядочно. Ах, жалко, приордер ещё только висит. Ладно, старина, давай снова в первую часть. Здравствуйте, друзья, с вами Спектр. И сюрприз-сюрприз, второй ролик на неделе по Dying Light. Да, потому что внезапно сначала мы с вами посмотрели на последнюю кастомную кампанию, посвящённую второй части, которая выходит уже на следующей неделе. Но сегодня я решил снова вернуться к обзору модов и вспомнил такую интересную деталь. А позвольте, я в мир игры хотя бы зайду. Сегодня, друзья, будет один из тех случаев, когда, скорее всего, модификацию вы не захотите ставить после этого ролика, хотя ссылочку на него я оставлю в описании. Моё самое популярное и необычное прохождение игр за, там, два года примерно, да, остаётся прохождение Dying Light только ночью. Серьёзно, там ролик уже к миллиону просмотров медленно подбирается. Недавно я раскопал единственную в своём роде модификацию, которая целиком и полностью связана только с ночным временем суток в этой игре. То есть чувак сделал около 15 различных патчей, которые усложняют прохождение игры, соответственно, только в ночное время суток. Поэтому, как видите сейчас, на улице просто прекрасно. В сегодняшнем ролике я хочу посмотреть на эту модификацию, сравнить это с ночью, которая присутствует при стандартном прохождении Dying Light, а поверьте, есть чем сравнить. И, при том, слишком впечатлительные люди, вы тоже не переключайтесь, потому что со мной подобные страшные вещи смотреть только ещё интересней. Поэтому, да, давайте посмотрим, насколько можно было усложнить ночь в этой прекрасной игре. И я думаю, вот это как раз и будет прекрасным дополнением к тому, чтобы, наконец, подготовиться к выходу второй части. Кто знает, может, я начну её проходить сразу же только в ночное время. За нашего главного героя Крейна я ложусь спать, и пока, соответственно, у нас перематывается время, я заранее поблагодарю вас за лайки. Друзья, пожалуйста, не забывайте их ставить. Да, скорее всего, это будет последний ролик по Dying Light'у до выхода второй части. Напоминаю, на 4 февраля выходит. И если мне соизволят дать, конечно, ключик для раннего доступа, то, возможно, ролик появится и немножко раньше. И не забудьте подписаться на канал, если вы тут впервые. Видеоролики выходят ежедневно в полтретьего по Москве. И самое главное, да, готовьтесь вместе со мной к выходу второй части. Итак, ну поехали. Итак, друзья, с вашего позволения, я не стал сейчас экспериментировать с Хадом, но, возможно, я его выключу, когда... Ааа, где-нибудь, ну, середина ролика будет, да? Давайте для начала посмотрим хотя бы, что тут будет происходить. Ооо, боже мой. Как же здесь, черт возьми, темно. Для начала я вырубил свет и фикс для того, чтобы картинка была хоть немного, немного поярче. Как видите, как только я вышел из башни, на карте у меня уже появилось огромное количество меток, которые патрулируют действительно абсолютно все. Для тех, кто не знает. Ночное время. Это очень интересная штука в Дайнлайте. Офигеть, он... Ай-яй, со второго удара только. Я взял сейф, на котором у меня максимально прокачат крейн. И самое такое, что я здесь играю на первом уровне сложности, просто потому что я не знал, что ожидать от этой штуки. Начнем с того, что я поставил самую хардкорную версию данной модификации. То есть, все, что я буду сейчас вам показывать, это исключительно то, что присутствует, если вы настолько же отчаянный человек, как и я. Потому что, еще раз напомню, ссылка на мод будет в описании. Ночью спавнится гораздо больше противников. Я думаю, это и так понятно. Вообще, кстати, модификация полезна тем, что здесь вы сможете набрать уровень ловкости и силы гораздо быстрее, да? Чем в дневное время. Притом, обалдеть. Мне, наверное, вместо кошки придется ультрафиолетовый фонарик взять, но потом нужно будет переключить это все еще. Окей, у меня... Ребята, у меня сейчас просто флэшбеки идут с того самого прохождения, только ночью. Да пошло оно все. Давайте полностью насладимся этой штукой. Итак, теперь вы, в общем-то, видите, что тут по противникам. Их действительно довольно много. Притом, здесь есть как выжившие, так и новый тип противников, которые здесь имеют даже свое название. А называются они Найт Волкерс. И имеют они скин обычного зараженного, который постоянно гоняется за вами. Вот, и как видите, эти Найт Волкеры даже используют скины вот подобных работяг, да? Которых... А, нормально. Которых можно встретить уже в Старом Городе, да? Ближе к Старому Городу. Так вот. И в самом начале здесь присутствуют еще и синие. Эти как... Господи, волатилы, прыгуны, короче. Вот, я вспомнил. Да, поэтому отбивайтесь, пожалуйста, от них всегда здесь. Я даже не знаю. Давайте попробуем по миру игры, что ли, пробежать. Посмотрим, как оно будет. Окей. С этим мы проверили. Есть еще одно новшество, которое он сюда вел. Теперь, в общем, бомбардиры. Suicide Bombers они называются. Ну, поняли, да? Вот эти суицидники с кишками. Они будут преследовать вас даже на первом уровне сложности. И у них увеличена скорость передвижения. Скажу вам честно, я не уверен, в какой локации конкретно можно найти этих бомбардиров. Именно где они водятся, обитают и живут. Но если такой попадется, я постараюсь показать вам вот этот момент. И проследить, как он будет себя вообще вести. Сегодня будет такой видеоролик под адреналином записанный, знаешь. То есть, чисто за мной постоянно будет вестись какая-то погоня. А я буду убегать на протяжении всей серии. Он также добавил сюда несколько навыков с демо-версией. С демо-версией. Ну, там так и написано, да. Типа, с демо-версией. Это фриранинг и волрайдинг, по-моему. Или как-то так это называется. Волрайд, да. Я уже показывал эту штуку в других модификациях. Офигеть, они уроны, кстати, наносят. Нормально. Так вот, да. Я показывал эту штуку в ранних обзорах на моды. Буквально месяц-два назад. Вот видите, я могу по стенке бежать. Это тоже нужно для того, чтобы максимально эвейдить и уклоняться от абсолютно всех зомби, которые ночью тебя преследуют. Болтер has run away. Болтер это кто у нас? Это, по-моему, бегун, да? Окей. Спасибо за информацию. То есть, представьте себе картину. Вы запускаете Dying Light. Запускаете ее на условном первом уровне сложности Story Mode, да? Первую же ночь вам попадается синий прыгун. Притом, даже синие прыгуны, которые еще и стреляют кислотой своей вот этой сраной. В перемешку с обыкновенными. И ладно, сейчас у меня хоть персонаж прокачан. Есть ведь люди, которые боятся ночью, кстати, бегать в Dying Light. Представляете? Я-то ладно, я уже человек бывалый. Для меня это веселье, скорее. Все, что мне страшно, со временем стало веселым. Но штука, конечно, очень интересная. И еще в этой модификации увеличен таймскейл. Или, подожди, уменьшен, правильно сказать, наверное, да? Ну, короче, здесь теперь течение ночи идет гораздо дольше, чем в оригинале. К сожалению, автор не показывает на сколько. То есть, видите, сейчас уже почти 6 утра, а я нормально, кстати, побегал. Меня тут особо не надамажили. Да, я знаю, можно на уровне сложности просто докопаться. И вот, собственно, день наступил. Я потратил очень много времени для того, чтобы найти итоговую информацию. Для того, чтобы потом еще засчитывать сидеть. В общем, Night Survived. Вы пережили ночь, бегун. И получили там около 400 единиц ловкости. Здесь у меня персонаж прокачан полностью, поэтому мы можем отправиться на вторую волну. Полетели. Теперь можно перейти в навыки и зайти в ловкость. Здесь где-то как раз и должен быть навык. Да, Freerunning Expert, вот. Есть такая штука, что с этой модификацией, когда вы прокачаете адепта на 12 уровне, вы сможете в приседе перемещаться гораздо быстрее. В принципе, это, кстати, заметно. Давайте-ка я это сделал выше на ровной поверхности. Я тут пропустил еще один момент, который, возможно, вы могли заметить. Ну да, здесь скорость передвижения явно выше стала Украина. Если вы до сих пор не поняли, сейчас объясню. Смотрите, я сейчас подхожу к любому зомбаку. Ну, прыгуну, соответственно. И я сразу набираю третий уровень. Моментально. И теперь я набрал четвертый. То есть, насколько я понял, игра немного дает тебе ограничения в плане максимального уровня погони и преследования. Но, если вы палитесь с этим модом, оно мгновенно за 5 секунд от обнаружения кидает тебя в максимальный уровень опасности. Здорово. Здорово, здорово. Неплохо. Я бы поставил все-таки в максимальный уровень сложности. Кстати, только что бомбер взорвался, или это мужик с баллоном был, да? Ну, но не суть. Короче, вы поняли. Теперь абсолютно все тебя убивает, и если ты хочешь выживать в таком мясе, пожалуйста. Ведь эта штука, кстати, гораздо интереснее. Даже дело не в том, что она принуждает тебя к стелсу. Скорее, она добавляет тебе больше экшена, когда тебе хочется пробежаться по миру игры. Напоминаю о том, что с помощью дюпа, опять же, крюком, крюком кошкой можно пользоваться. Никаких проблем с этим нет. Но количество экспы именно в самой модификации не увеличено. То есть вы так или иначе должны будете терпеть по старинке, по стандарту. Вообще, эта модификация идет с другими, соответственно, в связочке. Поэтому можно экспериментировать. И если вы хотите собрать какую-то мега-ультра-сложную сборку по ДЛУ-1, я просто пожелаю вам удачи, ребята. Спросите, какая помощь игроку? Написано, что вы можете использовать крюк-кошку прямо в воздухе. Либо я прыгаю с какой-то маленькой высоты, либо автор мода что-то напутал. Ну, типа, окей, а если я зацеплюсь и... По-моему... По-моему, это бред какой-то. Но там действительно прописана такая штука. Ладно. Бывает. Косяк. Мод на ночь, кстати, работает на самой последней версии, чтобы вы понимали. Блин, это, наверное, будет самый темный ролик на моем канале по этой игре за этот год. Я просто уже другого такого мода, наверное, не найду. Но хотя я уверен, если комьюнити мододелов будет по Дайн Лайту 2, в принципе, активным, то, может быть, такое и придумают. А там мы и пройдем игру только в ночное время. Логично. Кстати, по вашим заявкам, это, по сути, и есть самое популярное прохождение, которое вы будете от меня ждать по второй части. Окей. Помимо всяких еще демо-штук, которые я показывал в других роликах, я их размещу, наверное, в подсказке вверху справа на экране, если захотите посмотреть. Здесь еще одна интересная вещь. Если вам надоест разного рода погоня, вы просто можете нажать соответствующую кнопку и посмотреть. Так, сколько сейчас? Стоишь такой, стоишь, никого не трогаешь. Сколько там время? 2.25. Ой-ой-ой. Пора бежать. Кстати, интересный момент. Это одна из самых популярных модификаций, которые имеются на Нексусе. То есть связанная с часами Крейна. Ну, серьезно. Это действительно крутая штука. Надеюсь, в Дайли 2 она будет доступна. Вот, друзья. То есть такие дела. Мод, который значительно усложняет это все, но при этом позволяет еще и неплохо так нафармить. А я напоминаю о том, что даже модифицированные сейвы можно потом использовать и в оригинальной сюжетной кампании. Только не связывайтесь с мультиплеером. Пришло время эту модификацию проверить в действии. Я могу прямо сейчас активировать какой-нибудь квест, завязанный на ловкости. Accept, да. Если сейчас... О, по времени отлично. То есть смотри, теперь можно ночью еще и выполнять подобного рода испытания на ловкость. И, соответственно, сами понимаете, что вас ждет, если вы это дело просрете. Хотя погоди, а зомби... Да, по идее не спавнится, значит все хорошо. Ну вот. То есть почему бы не запустить... Ау! Подобного рода челлендж, да, для себя. Попробовать пройти испытания на ловкость, но все не все, конечно. Используя вот эту модификацию с ночным временем суток. Но если честно, ребят, я бы вам не советовал, если вы не подготовлены. Меня постоянно наносит рон по крайне, меня постоянно глушит в этом случае. Но, кстати, зомби становятся все меньше и меньше. Я так полагаю, что... Я все-таки разгадал, как эта модификация работает. Сейчас я хочу проверить еще кое-что. Я поставлю уровень сложности Кошмар после этого испытания. И посмотрю на количество урона и вообще на саму выживаемость нашего главного героя. Как я понимаю, ночь, кстати, уже успела закончиться, потому что у меня не было никакого оповещения. Но, тем не менее, я заканчиваю уже данный сценарий. И, в принципе, получилось неплохо. Чел, ты... Чел, ты серьезно хочешь запороть мне это испытание под самый конец? А, кстати, у него, в принципе, и получилось это сделать. То есть из-за того, что Крейн у меня сейчас постоянно барахтался в этой штуке... Стоп! Из-за того, что Крейн у меня просто барахтался в этой штуке. Около 15 секунд. Unlucky. Различного рода дополнительные вещи, которые здесь присутствуют, конечно, можно посмотреть уже при полном прохождении. Опять же, вся информация, которая была дана с этой модификацией, я вам ее, в принципе, показал. И теперь, play and switch to nightmare. То есть выбираем сложность Кошмар. И перезапускаем сохранение. Давайте попробуем побегать немного ночью на этой сложности. И посмотрим, насколько все отвратительно, учитывая, что персонаж у меня неплохо так даже прокачан. Не забыть бы, кстати, потом это все переключить. Итак, друзья. Ночь. Кошмар. NG+. Прокаченный Крейн. Давайте попробуем. Зомби, по идее, должно спавниться. Мне страшно это говорить, но зомби, наверное, должно спавниться еще больше. Как видите, кстати, рядом с убежищем в этот раз их не оказалось. Ааа, хороший тогда вопрос. А куда вы все делись? Может, я модификацию сломал как-то? А, подожди. За мной увязалась погоня. Ааа, туплю. На Кошмаре же не помечено на карте, где присутствуют эти прыгуны. Да, 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 да. Все, 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 извиняюсь. Давным-давно уже запускал тот уровень сложности в данной игре. Я забыл про этот момент. То есть, получается, по 35 урона где-то они наносят. Да мне суммарно. За один удар. Но это еще, кстати, терпимо. С учетом, конечно, навыков, которые у меня прокачаны. И, кстати, помните вы или нет, тут у меня в ролике вот был как раз момент. Подожди. Ааа, это нормально? У меня сила так-то полностью вкачана на Крейне. Почему у меня выносливость тратится? Ну, видимо, это еще один элемент с кошмарной сложности, о котором я не знал. Так вот. Если вы заметили, то, в принципе, эти прыгуны отлетают здесь достаточно быстро от меня. Потому что, естественно, оружие легендарного качества... Это даже смешно. На максимальном уровне сложности я буквально отлетаю с двух таких напрыгиваний. Типа, первое летальное, второе прям фатальное. Ага. Или это даже связано с синими прыгунами. В броне, да, в костюме в этом специальном. Ну, допустим. Теперь я стал еще умнее по отношению к этой игре. А стандартные зомби так и рубятся, кстати, с первого удара по голове. Поэтому все, в принципе, по классике все отлично. Только да, если вы в руку попадаете, то придется потерпеть. Но это не серьезно. Типа, то, что выносливость тратится, ну, кошмар, это уже для отдельных людей, которым нравятся подобные. Ну что, ребят, я, наверное, думаю, нам больше нечего смотреть в этой модификации. Пришло время подвести какие-то итоги. В общем, это своеобразный такой мод для тех людей, которым действительно нравится в ночное время бродить по Харану в первой части игры. Ссылка на него будет в описании. Установка там простая. Два файла просто по двум папкам закинуть. И все будет хорошо. Сейвы ваши не повредятся. Все будет нормально. Потом вы, соответственно, можете восстановить файлы игры, если вы в стиме катаете, да? И все будет отлично. Но все цело я бы, наверное, не стал экспериментировать со сложностью кошмар. Тем более на NG+. Потому что два прыжка и, в принципе, это конец, да? И по поводу Найтволкеров, кстати, вот скажу вам честно. Я не испытал абсолютно никакого дискомфорта от этих зомби. То есть рискины рискинами, но только чуваки с газовыми баллонами были достаточно сложные. Потому что сносили около 150 единиц здоровья за один взрыв. С ума сойти. Что я делаю? Зря я, наверное, это все поставил. Так что, друзья, идеальное завершение, я считаю. На этом смотр модификаций, в принципе, закончен. С вами был Спектр. Спасибо большое, что досмотрели данный видеоролик до конца. Я думаю, на этом можно прощаться уже до выхода второй части Dying Light. Играть в хорошие игры, играть с хорошими модами. Мы обязательно с вами услышимся уже 4 февраля. Да и вообще, на самом деле, ежедневно в 14.30 по московскому времени не забывайте, пожалуйста, залетать. Если ролик вам понравился, оценивайте его лайком. Подписывайтесь, чтобы не пропустить другие. И в конечных заставках я размещу какие-нибудь ролики по Dying Light, которые выходили относительно недавно. Что-нибудь посмотрите. Думаю, вам будет интересно. А так, всем удачи. Не болейте. До завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok